19 декабря и опять ледоход Поступил вопрос, что мол пшеница вредна во всех своих видах Из-за того, что там много белка Что касается белка, там его немного, гораздо его больше Это в бобовых, там его умеренное количество А что же вредно? А вот вредно, это наличие клейковины в зерне пшеницы И различают сорта пшеницы, как раз вот по этой клейковине Чем его меньше, тем эти сорта считаются более пригодными Для употребления в еду Но тем не менее, тем не менее, если вообще эти особенности отбросить Пшеница в далекие времена Была главным источником еды для человека И причем это была еда полноценная Когда использовалось все зерно Оболочка, зародыш Ну и естественно крахмал То есть не требовалось никаких других пищевых продуктов Их особо там и не было Ну кроме что растительных и животных Вот И люди Месяцами, годами Жили на пшенице И нормально себя чувствовали Пшеница стала как пища неполноценной Тогда, когда с нее стали делать хлеб Отделяют Ветерочек садул, звук можете использовать Отделяют Оболочку Отделяют Зародыш Оставляют одну муку И пошло-поехало Это же касается и риса Рис был полноценной едой На всем востоке Юго-востоке Но как только Изобрели вот эту вот машину Которая Очищает зерно от кожуры От зародыша Ну от кожуры Так сразу же возникла болезнь Которую назвали Бери-бери Именно она возникла Из-за того, что питание стало Неполноценным Вот эти особенности Надо знать Что хлеб сам по себе Ценится там твердых сортов Особенно вот это Вот ее как-то называют Мягких сортов Там что-то там С повышенным Количеством Вот это вот Вроде как его называют Это глютеина Она значит Менее полезна Для человека А чем меньше этого глютеина Чем больше там Сорт Более твердый Так скажем Тем естественно Это полезней И кстати там Италия Она Живет На Такой пшенице На макаронах Вроде все говорят А какие тут Макаронники Тут Пиццу едят Якобы Это вредно Ничего подобного У них Пшеница твердых сортов Та которая нужна И они прекрасно Се чувствуют А мы тут делаем Макароны И пшеницу Из более таких Мягких сортов С повышенным Количеством Вот этого Глютеина Мы Получаем Продукт Менее питательный И полезный Для здоровья Теперь что касается Проросшей пшеницы Я уже много Очень там Видео выложил Как-то там Посматриваю эти видео Вообще посмотрите Все мои видео Потому что там Будем говорить Вроде бы я На какую-то тему Говорю Но может быть Резко изменится тема И получится Очень интересное Украпление Которое как раз Нужно для вас Так вот Во время прорастания Что происходит Происходит Активация Можно сказать Жизненная энергия А жизненная энергия Будем говорить Это как бы сказать Универсальная Такая Вещь На которой Работают Наши организмы И естественно Все остальные Организмы Вплоть до Растений Растительное царство Так вот Вот-вот Жизненная энергия Она может быть Естественно Как бы сказать В спящем состоянии Потенциальном А может Быть Таком Развернутом Мощном Кинетическом состоянии Так уж Физические величины Мы с вами Будем оперировать Так вот Когда Зерно Начинает Прорастать То вот Это как раз Жизненная энергия Которая В нем Запасена В виде Крахмала Это Очень интересная Вещь Она Пробуждается И разворачивается И этот Крахмал Под действием Ферментов Зародыша Которые Используют Для того Чтобы превратить Ну Будем говорить В питательное Вещество Превратить В энергию Превратить В энергию Роста Он Значит Преобразуется Зерно Преобразуется И Крахмал Превращается Уже Солодовый Сахар Количество Витаминов Естественно Для того Чтобы Ну Нужна Ферментная Основа Для того Чтобы Жизнь Пошла Материальная В рост То есть В кинетическую Так сказать Мощный Проросток Вот этот Был Она Превращается И в итоге Зерно Становится Не Крахмаличным Продуктом А уже Растительным То есть Это Думают Как Типа Типа Растения Значит Крахмал Солодовый Сахар Оно Становится Сладенькое На вкус Гораздо Легче Переваривается И Обильно Снабжает Наш Организм Живыми Рабочими Витаминами И плюс Жизненной Энергии Кинетической Жизненной Энергии Которая Идет В рост Которая Именно Нам И нужна То есть Можно Грубо говоря Что-то взять Инертное Такое Нерабочее А можно Можно Использовать Совершенно Иное То что Работает Так вот Как раз Работает Это Проросшее Зерно Вокруг Него Имеется Свечение Это Как раз Вот Это Самая Самая Такая Тонкая Энергия Которая Сразу Встраивается Работает Поэтому Если Мы Используем Проростки А Проростки Использовались С давних Времен Особенно На Востоке Там Все Там Любили Все Проращивать И Употреблять Тем Самым Мы Получаем Полноценнейшее Питание Более Такое Лечебно Профилактическое Укрепляющее Организм Вот Что Касается Блюд То Можете Посмотреть Целебную Кулинарию Я Там Уж Из Проростшего Зерна И Котлетки Делал И Хлебцы Делал И Смузи Делал И Все Остальное Делал Так Что Посмотрите Делал